Всем привет! С вами снова Ольга и проект Elite InfoBiz. Мы поздравляем вас с прошедшими Новым годом и Рождеством. Так как праздники подходят к концу, мы продолжаем работать и делать для вас полезные обзоры. Сегодняшний обзор у меня будет на Центре материальной поддержки. Сейчас я перейду на их сайт. Вот нам открылся сайт этого центра. Мы можем прочитать, что нам полагается компенсация от 10 000 рублей до 350 000 рублей. Вот есть срок подачи заявки до 15 января. И компенсация она полагается за период 2007-2020 года. Здесь нужно вбить свое фамилию, имя, отчество, дату рождения и проверить, полагается ли она компенсация или нет. Также ниже есть отзывы о том, что люди получали деньги. И также у нас указан регистрационный номер, лицензия. И сказано, что сайт работает 24 сентября 2014 года. Итак, давайте проверим, есть ли выплата на мое имя. И проверяем. У нас идет идентификация и нас просят оставаться на странице до завершения процесса. Итак, у нас информация вся загрузилась и написано по выписке из единого реестра компенсационных выплат. Реестр виновного на записи отсутствует и размер компенсационной выплаты тоже не предусмотрен на мое имя. Ниже написано, что единый реестр, содержащий список граждан, имеющих право на компенсационную выплату, обновляется один раз в месяц. Возможно, вам была начислена компенсация, но записи мне еще не попало в единый реестр и хранится в региональном реестре одного из ведомств, которое вынесло решение о присвоении вам права на компенсационную выплату. Вы можете запустить дополнительный поиск по региональному реестру. Конечно же, я запущу дополнительный поиск. И сейчас мы опять ожидаем. Итак, у нас обновилось все второй раз. И здесь уже не предусмотрена компенсация в размере 264 тысячи 11 рублей. Вот здесь у нас выписка из регионального реестра компенсационных выплат. То есть вот у нас размер выплаты. И далее написано, что на основании заявлений из бюджета не будет выплачена компенсация. Но для того, чтобы перейти к регистрации заявления, нам нужно нажать на эту синюю кнопку. Нажимаем. И у нас сейчас формируется заявление на получение выплаты. Заявление успешно сформировано. Так, теперь нам нужно оплатить пошлину за регистрацию электронного заявления. Переходим к размеру пошлины. Она у нас составляет 375 рублей. И далее пишут, что после оплаты пошлины ваше заявление будет автоматически зарегистрировано. И я смогу заказать выплату на свою банковскую карту. Итак, перехожу к оплате пошлины. Здесь можно оплатить или Яндекс.Деньги, или любой банковской картой. Сейчас я это оплачу и вернусь к обзору. Итак, оплатить госпошлину в размере 375 рублей у меня не получалось. Я пробовала несколько раз. Видимо, у этого сайта проблемы с приемом платежей. Ну, я сразу могу сказать, что даже не пытайтесь здесь что-то оплачивать, потому что сайт 100% мошеннический. И первая причина, потому что это не единственная выплата, которую вы там будете выплачивать. 375 рублей начальный платеж, дальше сумма будет только увеличиваться. Далее, как можем мы посмотреть, и я показывала в начале ролика, здесь есть адрес. Я, конечно, тоже это проверила. Сделать это несложно. И по такому адресу Москва, Барабаны, Перелок 3, не найдено никакого центра материальной поддержки. Ну, и также сайт этот не с 2014 года, как опять здесь сказано. Я посмотрела домен, и этот сайт зарегистрирован 29 ноября 2020 года. Соответственно, Элитинфобиз не рекомендует центр материальной поддержки. Не оплачивайте здесь ничего, и даже, в принципе, на него не заходите, ничего полезного для вас здесь нет. Если вам понравилось это видео, обязательно нажмите лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех мошеннических схем. А с вами была Ольга, проект Элитинфобиз. Всем пока!